Девушки отдыхают Якобы Джека Потрошителя Мы пока что не убеждены в том, что это именно он И в общем-то, ночь И мы, чтобы с утра нам было Что предоставить шефу Интересно, когда мы спим вообще Мы пойдем сейчас опять В лоусайт Пройдемся по всем тем местам, которые у нас имеются Как я уже ранее говорила С каждым днем и с каждой ночью у нас будут Меняться, соответственно, задания Их будет становиться больше В общем, все это будет Значительно страшнее Ну, я думаю, вы слышите, да? Эмбиан, это просто потрясающе на самом деле В игре Это одна из самых жутких игр Того времени, скажем так В которую я играла Потому что здесь, повторюсь Не будет прям таких скримеров Ну, кроме тех, вот помните Точнее, что мы видели с вами С вороной Вот что-то подобное у нас Как вы понимаете Ой, то сколько народу Аж так легче стало, да? А вот в основном Нас будут нагнетать Именно эмбентом И мрачностью окружения Так, давайте пока туда не пойдем Переговорим с этим товарищем И один лотерейный билет Да, еще у меня Есть два места Возле самого ринга На завтрашний матч чемпионов Нью-Йорка В тяжелом весе Могу уступить по сходной цене Такие бои случаются Не каждый день, приятель Поверь мне Ага, подкольный бизнес И один лотерейный билет Да, еще у меня Есть два места Возле самого ринга На завтрашний матч Чемпионов Нью-Йорка в тяжелом весе. Могу уступить по сходной цене. Такие бои случаются не каждый день, приятель. Поверь мне. Ну, сейчас ночь, поэтому нас сюда пускают. Мы пришли сюда не по делу. Да, журналистскому. А просто отдохнуть. О, чья-то попец. Чья-то попец. Чья-то попа. Здрасте. Что еще? Я больше ничего не знаю, мистер. Мне так нравится, видите, вот, когда наводишь, они иногда реагируют на тебя. Это классно. Для 2004-2005 года, ну, в общем, в те времена, это производило определенное впечатление, то, что, боже, они реагируют, когда я на них мышки навожу. Это считалось круто. Здрасте. Чао, дружок. Зови меня гильдой. Конечно, мы с тобой сегодня повеселимся. Мое имя Джеймс Палмер. Я репортер, и... Я... Я могу поговорить с вами о цепи преступлений, недавно совершенных в округе Лоусайда. Ух! Вы ничего не знаете про Джека-потрошителя? Ах! Он дьявол! Дьявол из преисподней! Кстати, на моей памяти в английской озвучке у нее был испанский акцент, и это звучало довольно любопытно. Вы были знакомы с Лизей, которую убили вчера вечером? Боже мой! Да ведь она работала у нас еще до меня! Господи, помилуй душу несчастной женщины! И она была по голосу значительно моложе. Она там «Эль Диабле!» вот кричала там что-то. А вы, случайно, не знаете, здесь неподалеку не живет ли какой-нибудь художник? Милый молодой человек, вы зашли сюда, чтобы задать мне этот вопрос. Оригинально, но я ничем не могу вам помочь. Это сам сатана! Демон вернулся, чтобы резать нас! Все может быть. Так, хорошо. Так сидит без штанов. Женщин что-то тут мало, я смотрю. Одна только сидит. Может быть, все заняты? Оставшиеся, я имею ввиду. Здесь опять подслушать можно. Можем, конечно, сюда еще сходить, но здесь, на самом деле, до поры до времени делать будет фактически нечего. Что еще не могу туда пройти? Здесь надо, кстати, смотреть по сторонам периодически, опять же. Потому что, когда вы ходите и у вас ничего не происходит, значит, вы что-то где-то пропустили. Ну, как это часто бывает. Идем брать Чапел, я думаю. Посмотрим вечернее выступление Абигейл. Потому что теперь тут открыто. Ну ладно, может, за кулисы про-про-про-про-про-никнем слегка. Пока никого нет. В тихорях. О, вон она. Элизабет. Ну, вы поняли, да? Так, значит, в ту сторону. О, Джеймс, я кое-что для тебя выяснила. Но сейчас мой выход на сцену. Мы потом поговорим, хорошо? Хорошо. Главное, чтобы ты не забыла. Здравствуйте. Как вы пробрались за кулисы. У Абби полно работы. И мое кабарет для господ из высшего общества. Понятно? Если вам хочется поразвлечься, попытайте счастье где-нибудь в другом месте. В округе много дешевых кабаков как раз для таких, как вы. Простите, мистер, вы ошиблись. Я расследую убийство. А, да, что-то такое припоминаю. Журналист, верно? Я думаю, мы сможем договориться. Допустим, ваша газета напечатает хороший отклик о моем новом ревью, а? Ну, тогда мы с вами легко станем друзьями. Я... Я поговорю на эту тему с моими коллегами из отдела светской жизни. Отличная идея, мистер Палмер. Когда я увижу номер газеты с рекламой Red Chapel, возвращайтесь, и мы обсудим ваши дела. Я уверен, что после этого Абби отнесется к вам более благосклонно. Вы это слушаете? Это один из минусов русской озвучки. Я не знаю, честно говоря, зачем было это делать, потому что вот здесь красивые английские песни начала 20 века, действительно очень любопытные, были заменены русскими аналогами. то есть... Наступило утро. Вот это вот она пела. Это одна из песен ее. Но не сейчас она должна была звучать, она должна была звучать попозже. И я так подозреваю, эту песню тоже заменили. Я даже догадываюсь, чем. 17 ноября. В общем, это очень грустно. Я не знаю, зачем это было сделано, с какой целью, потому что там действительно очень красивые песни начала 20 века, сперва вот, которые мы сейчас услышали. Там была бодренькая, веселенькая песня, а под конец там вот была очень красивая мелодия, там она забывала, забывала, а потом какую-то что-то вроде колыбельной пела. В общем, очень красиво было, но что-то я чувствую мы в этом прохождении эту песню не услышим. И это очень грустно. Поэтому я вам очень настоятельно рекомендую потом, возможно, просто найти где-то прохождение на английском языке, потому что я знаю, оно такое есть, одно-единственное, по-моему, по крайней мере, больше я не нашла. Здрасте. И, в общем-то, послушайте, какая озвучка была там, я думаю, вам понравится. Смотрите, кто пришел. Наш охотник на маньяков. Ты вообще спал сегодня ночью, Джимми? По мне похоже, что я спал. Пол, я хотел тебя спросить вот о чем. Одно из городских кабаре Рэд Чеппел сделало отличное новое ревью. Не желаешь ознакомиться, а потом написать о них у нас в газете? Что за Рэд Чеппел, почему не знаю. Не знаю. Очередной притон в лоусайде. Ты что, Джимми, с головой поссорился? Во-первых, я не занимаюсь светской хроникой. А во-вторых, ничего не понимаю в этих ревью. Послушай, Пол, давай будем считать, что я у тебя в долгу. Ну, например, я могу попробовать найти для тебя билет на первый матч. Уж заодно с Джеком Потрошителем, которого мне поручил поймать Бер. Ну, Потрошитель, это дело простое. Имя лоусайд прямо кишмя кишит. А вот билеты, которые две недели как раз проданы, попробуй, разыщи. Не будем о грустном, Пол. Лучше расскажи, что свеженького в разделе спортивных новостей. Похоже, мои дела совсем плохи. Скорее всего, меня вообще отстранят от освещения чемпионата. И все из-за паршивого карманника. Пол, я весь в бегах, у меня один вопрос. Ты не поговорил с Патриком насчет нашего заочного знакомого, иллюстратора? Извини, из головы вылетело. Ну, блин. Но я и без него все узнал. Это Daily Illustrated. По-моему, единственная газета, которая вышла с рисунком на первой полосе в углу. Если не ошибаюсь, к той самой статье, где говорилось о первом убийстве. Я захватил для тебя экземпляр. Мы же про Daily Illustrated. Достань мне билет на бейсбольный чемпионат, и я напишу все, что душе твоей будет угодно. Даже рекламу про твое злосчастное кабаре. Между прочим, ты внимательно прочитал, что напечатала Daily в том номере, который лежит у тебя на столе. Нет. А что там такое? Мы же до этого Daily Illustrated уже просекли. Так же понятно. Так. Вот Daily с этим номером они обошли всех. В каждой из статей утреннего выпуска печатается рисунок. Ага. Вот оно в чем дело. Я поищу другие газеты, можно мне рассчитывать, Палмер. Зверское убийство в Лоусе, где прошлой ночи совершено очередное кошмарное преступление. Сегодня, рано утром, дежурный полисмен при обходе участка обнаружил зверски изуродованный женский труп в Канаве близ церкви Святой Троицы. Глава жертвы была почти полностью отделена от тела. Погибшая имела множество ножевых ран на животе и груди и была в буквальном смысле изрублена на куски. Скорее всего, убийца воспользовался мясницким тесаком, однако его орудие не было обнаружено на месте преступления. Полиция установила личность жертвы. По нашим сведениям, это проститутка по имени Керри Блюм, поселившаяся в округе Лоуссайд около двух лет назад. Следствие пока находится в тупике из-за недостатка улик. Никто из жильцов не слышал и не видел прошлой ночи чего-либо подозрительного. Граждане нашего города шокированы и возмущены этим ужасными злодеяниями. До сих пор в округе Лоуссайд не случалось ничего подобного. Хватит, Вард. Пойдемте, может быть, к шефу залетим, что он нам что-то скажет. Здрасте. Твоя первая статья совсем неплоха, Палмер. Да? Ну, спасибо. Ну, с шефом имеет смысл говорить только периодически. Хорошо. Выдвигаемся тогда. Ой, я постоянно забываю, что здесь карту можно открыть. Убийство, место, точнее убийство, еще одно. Пойдемте туда. Посмотрим. Что за поезд ваш? Что за ворона с телепатией? Ну, вроде ничего нет, как ни странно. А где обнаружили труп? Это уже непонятно. Ну, ладно. Хорошо. Так, нам обещали информацию в Рэд Чеппел. Ну, так как через парадный вход мы, естественно, не попадем. Когда я увижу номер газеты с рекламой Рэд Чеппел, возвращайтесь, и мы обсудим ваши дела. Да, ладно. Я уверен, что после этого Аби отнесется к вам более благосклонно. Она и так была благосклонна. Видите, у нас была рука на него действия, и ему мы должны показать, собственно, бумажку, то есть газетку с выпуском. Но у нас пока ее нет. Поэтому врачи нам делать пока больше нечего. В полицию можно было бы сходить. Шеф? Мистер Паумер, вы как раз вовремя. У меня для вас новости. Ну, давай, вещай. Да, да. Вот бумага из анатомического театра. Прочитайте ее, и вы поймете, разгадка близка. Ой, да. У вас появились подозреваемые? Видите ли, округ Лоусайд довольно опасное место. Здесь больше всего игорных клубов, борделей. Это настоящий рассадник преступности. Тут всегда найдется, кого подозревать. На месте преступления был иллюстратор, но, кажется, не из нашей газеты. Вы журналисты, сущие вампиры. Я удивляюсь, как вы до сих пор друг друга не поубивали, чтобы потом поднять вой о преследованиях свободной прессы. Как видите, полиция Нью-Йорка превосходно выполняет свои обязанности. Только взгляните на этот отчет о вскрытии трупа. Подлинный шедевр. Знаешь, задача полиции состоит не в том, чтобы писать красивые отчеты о вскрытии, а для того, чтобы предотвращать возможности написать отчет о вскрытии. Так, составил Ральф Лоузи. Да, Лоузи. Ральф Лоден. Так, большая продолговатое ссадина на лице вдоль нижней челюсти с правой стороны. Возможная причина появления удар кулаком или попытка схватить руками. Гематова на левой щеке. Вероятно, причина появления сильное нажатие пальцами. На левой стороне шеи на расстоянии примерно 2 см под челюстью начинается разрез длиной около 10 см. Рана пересекает все горло до правого уха. Справа от нижней челюсти вниз идет другой разрез длиной около 7 см, повредивший шею вплоть до шейных позвонков. В результате этого ранения были разрушены кровеносные артерии и дыхательные пути, что привело к мгновенной смерти жертвы. На животе и правом боку от ребер к бедрам идут 4 глубоких пореза, сделанных ножом или хирургическим ланцетом. Внутренности предположительно вырваны. Левая почка и правый указательный палец, отрезанный до наступления смерти, отсутствуют. Все описанные выше повреждения нанесены одним и тем же инструментом. Тоже мне шедевр. Как видите, полиция Нью-Йорка превосходно выполняет свои обязанности. Да, да. Только взгляните на этот отчет о вскрытии трупа. Подлинный шедевр. Знаешь, отчет, мне кажется, должны как-то быть пообъемными. Такое я могу написать. Че уж. Так, ну пойдемте в этот чепл. Ага. Это ты, Патрик? Ладно, не буду ничего говорить. Привет, Патрик. Спасибо за газету, а особенно за иллюстрации. Сущая ерунда, мистер Павлер. Можете на меня рассчитывать. Скажи-ка, а как найти того парня, который вчера тут продавал билеты? Ну, я собираюсь пойти на бейсбол завтра вечером. А, вы про пацана? Попробуйте посмотреть вон там, с обратной стороны дома. Понятно. Че это? Какая-то штучка. Заперто. Ладно, теперь понятно, что за штучка. Открывается. Кто идет? Патрик? Патрик, тут что-то закрыто. У меня вопрос, мистер Павлер. Почему бы вам просто не постучать в дверь? Ну, спасибо. Ну, я же не знал. Теперь знаю. Что вам надо? Шоколада. Простите, я хотел бы купить билет на первый матч чемпионата по бейсболу. Пожалуйста, проходите. Располагайтесь поудобнее. Угу, спасибо. Подпольный бизнес. Че у нас тут? Че-то как-то пустовато, видимо, потому что день, ночь, начинается вся движуха, да? Согласитесь, игра визуально все-таки пусть и похуже, но она очень напоминает постмортом. И так, задача трудная, но вполне разрешимая. Билет будет стоить вам всего двенадцать долларов. Двенадцать долларов? Да откуда такие цены? Ну, давайте будем считать, что вы ошиблись. Я готов. Послушай, парень, а не купит ли тебе лотерейный билет во имя матери Пресвятой Богородицы? Хочешь посмотреть реальную игру? Двенадцать долларов на бочку. Если у тебя их нет, что ж, иди поиграй тогда в однорукого бандита. Да, чтобы у меня вообще ничего не осталось, да? Ну ладно, что нам еще остается? Может быть нам повезет? Мелочевка у нас есть. Ну, леди, удачи. Так, чуть-чуть. Восемь долларов есть. Давай еще раз. Не повезло. Давай. Бог любит троицу. Понеслась. Доллара не хватило. Давай, давай еще. О, да, детка. И даже на пивко хватит. Отличненько. Сударь, ваши двенадцать долларов. Забирай свои двенадцать долларов, жулик. Отлично, сэр. Я рад, что вы решились на этот серьезный шаг. Кстати, скажите-ка, вы часом не тот самый настырный репортер, который второй день бродит тут и сует нос в чужие дела. Мы, честные бизнесмены, не любим, когда к нам лезут с расспросами. Честные бизнесмены, так, билет, главное не забыть. Все, супер. Сохраняемся и выдвигаемся, собственно, обратно к нашему дружбанеллу, потому что он нам должен статью. Без этой статьи мы не попадем к Абигаэль. И она нам не даст. Так, можно же вот так сделать. Угу. Какая херящая, просто замечательная, я бы сказала. Друг мой, друг мой хороший. Вот, получи билет. Эм. Господи, что это было сейчас такое? Привет, Пол. Твой билет на чемпионат, бери. Не верю своим глазам. Итак, ты сегодня же вечером отправляешься на ревью в кабаре Ред Чаппелл, не так ли? А потом напишешь о нем статью. Дай-ка мне одну из твоих визитных карточек, я покажу ее владельцу заведения. Дал? Давай. А что, в руки дать не судьба была? Или анимация слишком скудная? Так, Ред Чаппелл. Замечательно. Просто, я бы сказала, прекрасно. Когда я увижу номер газеты с рекламой Ред Чаппелл, возвращайтесь, и мы обсудим ваши дела. Я уверен, что после этого Аби отнесется к вам более благосклонно. Мужик, у меня для тебя новости. Я все устроил, как мы договорились. Вечером здесь будет один из наших репортеров. А теперь, можно мне увидеть Аби Гайля? Пол Айленд, отлично. Прошу вас, проходите. Даже сейчас пустил, ты посмотри, какая прелесть. Это очень хорошо. Эбби. Ее носит. Ты тут репетируешь? Джеймс, почему ты не остался, не подождал меня, как я просила? Разве мы уже на ты? Мне было некогда, Абигайль. Сюда снова приходили из полиции, вызывали меня на допрос. Похоже, они зельнились этим расследованием всерьез. Вот уж не думала. Наверное, эти статьи в газетах их расшевелили. Один мой коллега, большой знаток нью-йоркской сцены, сегодня вечером посетит кабаре Рэд Чаппел, исключительно ради вас. Неужели правда? О, спасибо, Джеймс, ты мой лучший друг. Быстро. Джеймс, прошлым вечером я собиралась тебе сказать насчет того иллюстратора, по-моему, его зовут Силк. Как-как? Силк? Огромное спасибо, Абби. Если я чем-нибудь могу тебе помочь, например, выяснить полное имя Силка, спрашивай, не стесняйся. Удачи тебе, Джимми. Заходи еще, обязательно. Да, может быть, я все-таки попрошу тебя полное имя Силка, потому что оно бы явно мне не помешало. Ну, хорошо, ладно. Видимо, это все потом. Сегодня нам нужно уже писать студию. Так, еще раз сохраняшечку. Да. Шеф, как у вас тут? Посмотри-ка сюда, парень. Ты видишь эти цифры? Наши продажи за сегодня. Прекрасный результат, Джимми. Ох, ну вы меня захвалите, мистер Берр. Тогда у меня со своей стороны будет к вам небольшая просьба. Надеюсь, речь не идет о премии, мистер Палмер. Как здорово будет, если Джек-потрошитель еще кого-нибудь прирежет. Не правда ли, Палмер? Эм. Мистер Берр, мне надо побеседовать с Силком. Это один из иллюстраторов в Дейле. Никаких встреч с сотрудниками-конкурентов. Да, но это необходимо для моего расследования о Джеке-потрошителе. Силк одним из первых был на месте прошлого убийства. Что дальше, Палмер? Я надеялся, что, может быть, вы сумеете все устроить. Например, намекнете ему, что нам интересны его рисунки. Знаете, босс, они в самом деле могут увеличить продажи. А заодно я расспрошу его кое о чем. Нью-Йорк иллюстрайты тудей. Ха-ха! Неплохо придумано, Палмер. Давай попробуем. Палмер, я позвоню Силку и назначу ему встречу в нашей конторе. А сейчас берись за работу! Так точно, шеф. Все, на сегодня мы закончили. Это радует. Более-менее быстро уложились. Слушайте, ну мы пока хорошо идем. Одна серия, один день. И это радует меня. В общем, давайте тогда здесь остановимся, продолжим в следующей серии. Надеюсь, что вы заинтригованы. Делом набирают потихонечку обороты и мы вполне действительно неплохо движемся вперед. Достаточно быстро. Бумажка какая-то. Что там? Я договорился с Силком. Он будет здесь завтра утром. Палмер, не опаздывай. Отлично! У нас есть информейшн. И в общем-то ночью нам предстоит, я думаю, еще прогуляться. Зайдем, кабигай, тем более нас там ждет пол. В общем, у нас будет насыщенный вечер. Но это будет все в следующей серии. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь, в общем-то, зовите друзей. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, где выставляются у нас новости по поводу прохождения и вообще все прочие новости. И, в общем, просто заходите туда пообщаться, потому что у нас там очень хорошо и дружелюбно. Вот. В общем, всем еще раз огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok